Десятки всевозможных рейдов, новые проекты и продуктивная работа с избирателями. Об итогах работы Барнаульской Городской Думы в 2022 году и по сегодняшний день о планах и не только мы поговорим в студии. А у нас в гостях председатель Барнаульской Городской Думы Галина Александровна Буевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Думе восьмого созыва год. Я думаю, что время подвести своеобразные итоги. Кто в составе, сколько фракций, какие комитеты, чем занимаются. У нас 40 депутатов, мы об этом уже говорили. 20 из них избрано по одномандатным округам и 20 зашли так называемых списочников привычнее для нас. Это представители тех или иных партий. И они объединены у нас во фракции. У нас в этом созыве чуть на одну фракцию больше. У нас появилась новая фракция, новые люди. У нас 5 фракций. Но если по количеству депутатов, безусловно, более всего в Думе членов Единой России, 31 человек во фракции и 9 депутатов на другие фракции. Это коммунисты, это ЛДПР, это «Справедливая Россия за правду» и новые люди. Вот, скажем, такой состав мы работаем в этом году. У нас комитеты. Появился новый комитет. Это комитет по городскому хозяйству. И его функции стали как раз связаны с обеспечением жизнедеятельности города. У нас традиционно комитет есть по экономической политике. У нас комитет по социальным вопросам и молодежной политике. Комитет по бюджету. И вот таким составом мы работаем. Чуть больше года мы работаем. Уже выстроились определенные взаимоотношения между фракционные. У нас есть понимание взаимодействия межкомитетской. И часть вопросов мы, конечно, рассматриваем совместно с другими комитетами. В этом году мы, в этом созыве, мы сделали акцент на решение вопросов, связанных с медицинским обслуживанием наших барнаульцев. И даже создали комиссию, которая будет заниматься вопросами здравоохранения. Если говорить по переданным полномочиям или у нас прямых полномочий, конечно, нет. Это региональные полномочия. Но нашим же барнаульцам все равно. Они живут на территории города Барнаула, в городе Барнауле. И, конечно же, они обращаются и в администрацию города, и к депутатам Барнаульской городской думы. Но и это еще связано с тем, что в состав вошли у нас пять главных врачей. И здесь и федеральные центры, и поликлинические медицинские учреждения, организации. И поэтому, объединив нашу медицину, скажем, медицинских врачей, главных врачей в комиссию, мы сегодня более активно занимаемся вопросами здравоохранения. Но вот эти изменения, которые произошли, в частности, новая комиссия, каким-то образом уже положительно отразились на работе? Есть конкретные примеры? Примеры. Ну вот, смотрите, очень важно сегодня выстроить такой диалог между, наверное, самими лечебными заведениями и между структурами управленческими, ну, скажем, Министерством здравоохранения. У нас были запросы наших жителей, и, в частности, мы сделали акцент на старшем поколении по оказанию медицинского обслуживания. Мы пригласили заместителя министра здравоохранения, мы пригласили представителей ветеранских организаций, и произошел такой прямой диалог, как выстраивается оказание медицинской помощи старшему поколению на территорию города Барнаула. Это был очень полезный такой круглый стол, назовем его, где действительно были даны разъяснения, а что-то и прозвучало новое, о чем не знали. А затем мы стали активнее работать по организации медицинского обслуживания в летних оздоровительных лагерях. То есть наша комиссия проехала практически по всем лагерям, которые в рамках, скажем, полномочий муниципалитета, посмотрели, как организована медицинская помощь, и затем мы сегодня уже предложили ряд шагов по ее улучшению. Кроме того, вот сейчас стоит на повестке дня вопрос как раз по организации медицинской помощи внутри школьных образовательных учреждений, каким образом работают медики, как выстроена эта работа. Ну и немаловажный вопрос – это организация взаимодействия с образовательными заведениями, которые готовят кадры для медицинской отрасли. Мы знаем, что этот вопрос очень важный, и в том числе мы рассматриваем, как будут взаимодействовать образовательные организации города Барнаула и учреждения среднего и высшего образования при подготовке кадров для того, чтобы решить эту проблему на территории города Барнаула. Если говорить о других сферах деятельности, то какие важные моменты за чуть больше, чем год, удалось решить? Я бы, знаете, остановилась на одной из очень основных направлений деятельности депутата – это работа с обращениями граждан. С одной стороны, мы, конечно, говорим, очень важен законотворческий процесс в Думе, когда мы принимаем решения, они тоже касаются, естественно, жизни нашего города. Но вот второе из таких основных направлений – это, конечно, работа по обращениям граждан. И здесь у нас выстроена такая системная работа, и я хотела обратить внимание наших барнаульцев, как они могут работать с депутатами. У нас есть несколько таких возможностей. Но, с одной стороны, это письменное обращение как на Думу, в целом представительный орган, так и конкретно к определенному лицу депутату. Ну, как правило, это обращение к депутату по округу. Затем у нас депутаты встречаются с трудовыми коллективами, организацией, предприятий, с общественниками при проведении каких-то массовых мероприятий, когда можно озвучить депутату те вопросы, которые волнуют наше общество, либо прийти с какой-то проблемой. И третье – это, конечно, личный прием депутата. Вот как раз по личному приему я хотела акцентировать внимание, это не желание депутата, а это его обязанность. Согласно нашему краевому закону, депутат обязан не реже, чем один раз в месяц, вести свой личный прием. И мы на нашем сайте разместили часы приема, дни приема и место приема. Телефон, по которому нужно записаться. Я здесь активно приглашаю жителей города Барнаула воспользоваться таким, скажем, каналом коммуникации, когда можно донести свои проблемы, свои вопросы задать. И здесь мы действительно очень активно работаем сегодня. Но если мы будем брать, скажем, неполный 23-й год, то на прием обратились уже более 1500 жителей города Барнаула. Ну, опять же, если говорить о примерах, потому что, мне кажется, это самое как бы показательное. Да, вот зрители сейчас посмотрят, поймут, что, о, с этим вопросом я действительно могу обратиться, и ситуация изменится в лучшую сторону. Вот давайте конкретнее. Ну, давайте по примеру пойдем. Здесь тоже надо сказать, что есть вопросы, с которыми приходят жители к нам, и они касаются очень большого числа барнаульцев. Ну, скажем, озеленение и парки. Я думаю, что эта тема у всех на слуху. И действительно, с этим проблемы о необходимости либо где-то восстановления зеленых уголков, где-то появления новых, и, скажем, ну, дать новую жизнь нашим паркам, к нам обращались большее количество граждан города Барнаула. Мы аккумулировали эти вопросы. Они, конечно, заходили и к депутатам различного уровня, и нашего города Барнаула, и, понятно, краевым, и в администрации. И таким образом мы стали решать этот вопрос через, в том числе, и реализацию национальных проектов, и региональных проектов. И, допустим, вот есть у нас программа «Комфортная среда», да, где мы выбираем дворы на благоустройство, и в том числе территории. И вот через эту программу, через софинансирование федеральных средств, краевые, муниципальные, мы смогли, скажем, сделать много новых зеленых, зон, но, как правило, за каждым из парков стоят же группа общественников. Вот, скажем, я сама непосредственно работала с общественниками парка «Юбилейный». Это очень инициативная была группа, они предлагали очень много разных решений. Вот недавно мы совсем выезжали, встречались с инициативной группой, которые рассматривают уже, ну, скажем, улучшение или вторую жизнь, так назовем, парку. Условное название имени Ленина, он раньше так назывался, но потом ушло, это официально. Вот, скажем, вот такие есть обращения. Есть обращения, связанные с конкретным решением вопросов. Ну, скажем, организация площадки спортивной в школе. И здесь уже депутат по округу работает с комитетами, с администрацией города. Есть вопрос такого характера, как безопасность в школе. У нас обращались очень много родителей, которых волновала организация безопасности. Это и охрана, и видеокамеры. Как мы дальше работаем? Мы тесно взаимодействуем с комитетами, и принято было решение, что депутаты увеличили в бюджете объем денежных средств на эти статьи. И тем самым нам позволило это говорить о внедрении уже охраны и ЧОПов в каждой школе. Школы у нас сегодня оснащены рамками и камерами. Вот, скажем, вот такое решение вопросов, которые через прием одного, два, трех человек, но они затрагивают очень большое количество барнаульцев. А есть вопросы, когда приходят, ну вот я, допустим, сама вела совсем недавно приемы в каждом районе города. И приходят, и их волнуют жители, вопрос, связанный с конкретным местом, конкретной локацией. Ну, скажем, необходимо перенести мусорные баки, вот они не на месте стоят, даже с такими вопросами идут. Давайте рассмотрим, где можно. И тогда мы работаем. И здесь у нас уже есть целая система работы. То есть, если это в полномочиях депутата, и он может быстро решить этот вопрос, конечно, это подключается в все возможности, вопрос решается. Есть, что мы перенаправляем этот вопрос по компетенции на наши комитеты в администрацию города Барнаула. А есть это не в рамках компетенции даже муниципалитета. Тогда мы перенаправляем это по назначению, и в течение 30 дней мы обязаны, подчеркиваю это слово, мы обязаны дать ответ заявителю. Нельзя ни одно обращение оставить без внимания. И таким образом что-то мы можем решить, что-то мы включаем в план следующего года, а что-то вот выходит в реализацию таких проектов, ну вот, скажем, как инициативное бюджетирование, у нас такая принята программа в городе. А почему тоже принято? Очень много обращались к нам жители, допустим, они не могут попасть, вот надо сельскую дорогу облагородить, либо там обустроить, пешеходный подход к школе или тротуару или что-то. По программе они, допустим, не могут войти в какую-то программу безопасной, качественной дороги, комфортная городская среда. Что нужно было делать? И вот мы уже сделали вот эту программу инициативного бюджетирования, и сегодня все больше и больше барнаульцев проявляют интерес к этой программе и через ее реализацию решают вопросы, связанные с той или иной отдельно взятой локацией. Вы можете чуть подробнее, как эта программа работает, потому что, опять же, зрители сейчас посмотрят наше интервью и захотят поучаствовать в этой программе. Да, мы раз в год, ежегодно, принимаем заявки на эту программу. Это должна быть создана инициативная группа жителей, которая заинтересована в реализации того или иного проекта. Здесь есть правило, определена сумма, которая не должна превышать реализацию этого проекта, 5% идет до 5% софинансирования жителей, инициативные группы. Они могут привлекать кого угодно. Может быть, в софинансирование станет какая-то общественная организация. Но 95% нагрузки берет бюджет, а 5% идет софинансирование. Как правило, здесь уже идет конкурс, и у нас создана конкурсная комиссия, которая рассматривает эти проекты. И вот если мы первый год реализации, когда, скажем, в 2021-й, стали рассматривать эти проекты, было одно количество участников, то сегодня уже есть, скажем, больше заявок, нежели мы можем включить в эту программу. А ежегодно мы в рамках принятия бюджета, и в этом году не исключение, мы увеличиваем объем денежных средств на реализацию. Но интерес действительно бронольцев большой. Что было сделано? Вот то, что я говорила уже, сельские дороги, было сделано освещение, детские площадки, спортивные площадки. Вот это дает возможность реализовать такие проекты. Наша программа инициативного бюджетирования. Ну и, к сожалению, наше время подходит к завершению. Спасибо, что вы нашли время, к нам пришли. Крайний вопрос. Для вас этот год стал не только годом избрания на новый срок, но и переходом на депутатскую работу на постоянной основе. Вот как не заметили, как из одной в другую перешли. Плавно перетекли, все комфортно. Я думаю, что, знаете, если бы я действительно не совмещала эту должность в предыдущий седьмого созыва, то, наверное, конечно, было бы намного сложнее. Поскольку я перешла на должность, уже принимая полностью и функционал, и задачи депутатского корпуса, и работы, то, знаете, ну, может быть, стало чуть больше планов, потому что я уже сосредоточила все свое время на работе в Барнаульской городской думе. И, в принципе, у нас действительно очень много планов. Мне кажется, у нас очень работоспособный депутатский корпус, вот такой созыв. И, ну, много программ, которые мы задумали, я думаю, мы реализуем. То есть на сегодняшний день вас команда полностью устраивает. Идем вперед. Идем вперед. Спасибо за эту интересную беседу. Я думаю, очень полезную для наших зрителей. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была председатель Барнаульской городской думы Галина Александровна Буевич.